МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первенство России по баскетболу среди ветеранов Саров принял впервые. Сначала по спортивному принципу выбрали Нижегородскую область. Позже возникла идея провести чемпионат в Сарове, приурочив его к 75-летию атомной отрасли. Этому предшествовали успешные выступления нижегородцев и саровчан в российских соревнованиях. Нижегородцы поняли, что лучше Сарова, пожалуй, пока на сегодняшний день города для проведения такого масштабного мероприятия нет. Участвуют очень сильные команды. Это грандиожное событие в нашем духовном центре и научном центре. Всего в чемпионате примут участие шесть сильнейших российских команд. Сначала участники встретятся в групповом этапе, по итогам которого пройдут матчи в рамках плей-офф, где команды будут бороться за призовые места. Каждая команда, которая выигрывает, она принимает большее количество очков, проигравшие нули. Поэтому все идет по двум группам, а потом играют полуфиналы и финал. Финалы будут 28 числа. А кто будет там, уже сейчас трудно сказать. В первый соревновательный день на баскетбольной площадке встретились команды «Росатоморфиадсвнеев» и «Уралгрейд». С начала игры в лидеры держались «Росатмовцы», но в третьей четверти они начали терять преимущество. В финале игра накалилась. Борьба продолжалась до финального свистка. Никто не хотел уступать. На последних секундах решающий мяч забила команда «Уралгрейд». Матч закончился со счетом 76-74 в пользу «Уральцев». Удался старт первые две четверти. Мы довольно-таки неплохо сыграли, хорошо. Все у нас все получалось. В третьей четверти немножко подустали. Видно, сказываются перелеты у игроков. Игроки у нас из-за далека есть. Из Иркутска, из Новосибирска. Часовой полюс, пояс немножко сказался. И не хватает, конечно, сыграться. В спортивном комплексе «Юниор» прошло торжественное открытие Первенства России по баскетболу 45+. Участников поздравили представители Федерации баскетбола и ветераны спорта. С 2002 года саровские баскетболисты неоднократно побеждали в областных, всероссийских и мировых первенствах. Благодаря таким достижениям в этом году Саров выбрали для проведения Первенства России по баскетболу среди ветеранов. Историей становления и успехов саровского баскетбола поделились ветераны спорта. Предпосылкой основной стало появление в нашем городе в то время молодых тренеров. Это Сан Саныч Львов, Владимир Борисович Жарков и Александр Николаевич Саворкин. Вокруг которых как раз и выстраивались дальнейшие команды и под чьим руководством стали происходить дальнейшие победы. А побед было много. По словам главного судей Дмитрия Петрова, соревнования проходят на высоком уровне. А команды участники удивляют неожиданными победами. Из-за чего никто не может предугадать, кто окажется в финале и станет победителем. Самая, конечно, лучшая игра была, это когда Пермь, Урал Грейт, ветераны выиграли у местной команды Сарок. Это была феноменальная игра. К сожалению, даже 33 очка Панова Сергея Юрьевича не помогли выиграть победу. Но игра получилась очень интересной. И в итоге я считаю, что выиграли в первую очередь зрители, которые смотрели эту игру. Смотрели на мастерство этих игроков. Организатор первенства Александр Онищенко уверен, что подобные турниры важны в первую очередь для юных спортсменов. Он считает, что смотря на то, как хорошо играют уже достаточно взрослые спортсмены, ребята анализируют игру, перенимают какие-то приемы и понимают, что спорт не заканчивается в 20 лет. Надо показывать какой-то спортивный интерес, что дети вовлечены в это. У нас первенство России среди детей на довольно-таки хорошем уровне уже выходит. Плюс студенческая лига у нас АСБ, она затронта вся Россия. И студенты, они прям очень топовые игроки. В дни проведения чемпионата спортсмены встретятся с жителями города. Проведут показательные занятия для всех желающих. Организуют детский турнир по стритболу. Среди болельщиков разыграют памятные призы. Продолжает соперничество Нижегородской области в футболу среди мужских команд Первой лиги. В очередном домашнем матче ФК «Саров» принял на стадионе «Икар» команду из городца. В 16-м туре Первой лиги первенства Нижегородской области футбольный клуб «Саров» уверенно победил своего соперника из городца. 3-0 в пользу наших не дались легко. Первый тайм был достаточно напряженным. На поле не хватало динамики. Но первый гол придал саровским спортсменам сил, уверенности и азарта. В дальнейшей игре уже явно лидировал ФК «Саров». Дальше второй тайм сразу инициативу мы забрали, забили гол второй. Стало намного проще играть, под контроль свой мяч брали. Соперники, конечно, огрызались, но защитники наши справились. И в конце уже третий забили, это уже все. Сегодня была хорошая игра. Спасибо всем болельщикам, которые пришли. Необходима их поддержка. И это очень добавляет сил, эмоций. К каждой игру приходится бороться. Не бывает простых игр. Поэтому в каждой игре показываем свой лучший футбол и стараемся радовать болельщикам. Первая лига первенства Нижегородской области действительно дается нашим футболистам непросто. Главная проблема команды – это пустующая скамейка запасных. Хотя группа основных спортсменов и сформирована, ребятам не хватает новых игроков, которые могли бы заменить на поле и помочь команде. Не хватает кадров, не хватает ребят, чтобы играть. У нас всегда проблема. Даже есть какой-то непосредственный костяк, но не хватает ребят, которые бы мы смогли выйти из замены и укрепить команду, и добавить сил, эмоций новых. У кого-то очень много людей, у которых травмы, у кого-то свои какие-то причины, проблемы. Поэтому у кадров очень не хватает игроков. И хотелось бы, конечно, чтобы скамейка запасных была бы больше, чтобы поддержать команду. Впереди у футболистов еще несколько игр. Сейчас наши спортсмены находятся в середине турнирной таблицы. Но у футбольного клуба «Саров» еще есть все шансы выбиться в лидеры и попасть в высшую лигу. За новыми играми на домашнем поле следите в группе ВКонтакте. Мероприятие для лиц старше шести лет. В рамках акции «Спорт. Лето» регионального проекта «Спорт. Норма жизни» на дворовой площадке «Сокол» прошли семейные соревнования «Самый сильный, ловкий, умелый». За звание победителей в пяти спортивных дисциплинах боролись четыре команды. Камила Романова во второй раз принимает участие в акции «Спорт. Лето». Она вместе со своей семьей дважды становилась лидером соревнований, не оставляя соперникам шансов на победу. По словам Камилы, это она предложила родителям принять участие в акции, а они с удовольствием согласились. Как мама говорила, в этот раз было легче соревноваться, потому что там не было таких сложных соревнований. И папе тоже очень сильно понравилось, он тоже говорит, что это намного проще. Наталья Бычкова вместе с детьми также во второй раз принимает участие в семейных соревнованиях. Об акции она узнала неожиданно, когда ей позвонила дочка и сказала «Мама, мы участвуем». Женщина не жалеет, что согласилась, потому что такие мероприятия помогают в первую очередь весело провести время и укрепить семейные отношения. Полезно, да, большинство для здоровья, и как бы активно, и вот участвовать для дружбы, наверное, всего, скорее всего, и для семьи тоже полезно. Всего в акции участвовали четыре команды, каждая из которых прошла пять спортивных этапов. Конкурсы были разнообразными, чтобы каждый смог показать свою физическую подготовку. Нужно на время было на турнике показать, насколько он сильный, выносливый, умение пресс, прокачать ловкость в команде проявить, пробегая змейку. Прыгали на скакалке и набивали мяч. Все участники соревнований получили сладкие призы. 27 августа отмечается Международный день бокса. Именно в этот день, в 1974 году, провели первый чемпионат мира по боксу. В честь праздника воспитанники Дюш и Карп показали, как проходят их тренировки. Рамазан Султанов занимается в секции бокса три года. За плечами юного спортсмена уже 46 боев. Сейчас он готовится к серьезному испытанию первенства области. График тренировок совсем не детский – шесть дней в неделю. Сейчас Рамазан спаррингуется с Тимофеем. Мальчик пришел в секцию чуть больше года назад. Я выбрал заниматься боксом, потому что раньше меня в школе обижали. И папа меня записал в секцию бокса. И теперь я могу за себя постоять. Одно из самых любимых упражнений Тимофея – бой с тенью. Мальчик наносит удары по воздуху, имитируя бой с соперником. Особую роль в подготовке юных спортсменов в секции уделяют умственному развитию, смекалке и тактике. Ребята играют в шахматы и шашки, анализируют бои выдающихся спортсменов, разбирают их с тренером. Но главная составляющая успешной работы – дисциплина. Наша задача моя – это, когда сюда приходят, мне сделать из него человека, самое главное, хорошего человека, то есть воспитание. А потом уже, соответственно, у кого есть талант, мы, соответственно, уже работаем по спортивной составляющей. Больше на соревнованиях ездим. То есть уже цель именно – добиться результатов в спорте. Сейчас в секции бокса спортивной школы ИКАР занимается 45 человек. В этом году планируют набрать еще две группы.